Лев Николаевич Толстой. После Бала. Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что всё дело в среде, что среда заедает, а я думаю, что всё дело в случае. Я вот про себя скажу. Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли, и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренне и правдиво. Так он сделал и теперь. Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого. Отчего же? Спросили мы. Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать. Вот вы и расскажите. Иван Васильевич задумался, покачал головой. Да, сказал он, вся жизнь переменилась от одной ночи или скорее утра. Да что же было? А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое. У нее уже дочери замужем. Это была Б. Да, Варенька Б. Иван Васильевич назвал фамилию. Она и в 50 лет была замечательная красавица. Но в молодости 18 лет была прелестна. Высокая, стройная, грациозная и величественная. Именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе. Откинув немного назад голову, и это давало ей с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка у рта и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа. Каково Иван Васильевич расписывает? Да как не расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело. То, что я хочу рассказать, было в 40-х годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойство нам молодости, учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня и находит с лихой, катался с гор с барышнями. Коньки еще не были в моде. Кутил с товарищами. В то время мы ничего, кроме шампанского, не пили. Не было денег, ничего не пили, но не пили, как теперь, водку. Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был небезобразен. Ну, нечего скромничать, перебила его одна из собеседниц. Мы ведь знаем ваш еще догеротипный портрет. Не то, что небезобразен, а вы были красавиц. Красавец-то красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пьюсовом платье, бриллиантовой ферруньерке на голове и с открытыми старыми пухлыми белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный, зала прекрасная, с хорами, музыканты знаменитые, в то время крепостные, помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хотя я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью. Но зато танцевал до упаду. Танцевал и кадрили, и вальсы, и польки. Разумеется, насколько возможно было. Все с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня. Препротивный инженер Анисимов. Я до сих пор не могу простить это ему. Пригласил ее, только что она вошла, а я, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками, и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней. Не смотрел на нее, а видел только высокую, устроенную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один. Все смотрели на нее и любовались ею. Любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться. По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она не смущалась, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она подавала руку не мне, пожимала худыми плечами, и в знак сожаления и утешения улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне «еще». И я вальсировал «еще» и «еще» и «не чувствовал своего тела». «Ну как же не чувствовали?» «Я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело», — сказал один из гостей. Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти. «Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколотки и еще что-то. Вы раздеваете женщин, в которых влюблены. Для меня же, как говорил Альфон Скар, хороший был писатель, на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну да вы не поймете. Не слушайте его дальше, что сказал один из нас. Да. Так вот, танцевал я больше с нею и не видел, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости. Знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки. Из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина. Лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы. Так после ужина кадриль моя, сказал я ей, отводя ее к месту. Разумеется, если меня не увезут, сказала она, улыбаясь. Я не дам, сказал я. Дайте же веер, сказала она. Жалко отдавать, сказал я, подавая ей белый дешевенький веер. Так вот вам, чтобы вы не жалели, сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне. Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр. Я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее. Смотрите, папа просит танцевать, сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными иппалетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами. — Варенька, подите сюда! — услышали мы громкий голос хозяйки в бриллиантовой ферруньерке и с елисоветинскими плечами. Варенька подошла к двери, и я за ней. — Уговорите, дорогая отца, пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславович, — обратилась хозяйка к полковнику. Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми, как у Николая, под витыми усами. Белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками. И та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки Николаевской выправки. Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать. Но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, надо все по закону, улыбаясь, сказал он. Взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт. Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая грузная фигура его, то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги обнуку, задвивилась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но и с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штребками, хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные, думал я. И эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он быстро, расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно мило обхватил дочь руками за уши и поцеловал в лоб. «Подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер. Но все равно пройдитесь теперь вы с ней», — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею. «Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки капли содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Варенке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в ферраньерке с ее и лесоветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с ее домашними сапогами и ласковой, похожей на нее улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство. Мазурка кончилась. Хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я был испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью. После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя, даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья. Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету. И я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой, то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда говорит «Гордость? Да!» и радостно подает мне руку, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и из-под лоби смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью из-за себя, из-за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве. Жили мы тогда одни, с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакий Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с путанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу. С бала я уехал в пятом часу. Пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода. Был туман, насыщенный водой снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили бы тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гуляние, а на другом девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших по лозями до мостовой, и лошади, равномерно покачивающие под глинцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепывавшие в огромных сапогах под левозов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими. Все было мне особенно мило и значительно. Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидел в конце его по направлению гуляния что-то большое, черное, и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабаны. В душе у меня все время пело, и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка. Что это такое, подумал я, и по проезженной посередине поля скользкой дороги пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из тумана стала различать много черных людей. Очевидно, солдаты. Верно учение, подумал я, и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтчик, и, не переставая, повторяли всю ту же неприятную визгливую мелодию. «Что это они делают?» – спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною. «Татарина гоняют за побег», – сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов. Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающийся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ними шел высокий военный в шинели-фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, подсыпавшимся с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне. То, опрокидываясь назад, и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружье, толкали его вперед. То, падая наперед, и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И, не отставая от него, шел твердый, подрагивающий походкой высокий военный. И это был ее отец, своим румяным лицом, и белыми усами, и бакенбардами. При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страданий лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал. «Братцы, помилосердуйте! Братцы, помилосердуйте!» Но братцы не милосердовали. И когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом, взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны. И опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле. И, поглядывая то себе подники, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидел между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека. «О, Господи!» – проговорил подле меня кузнец. Шествие стало удаляться. Все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека. И все так же били барабаны, и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат. «Я тебе помажу!» – услыхал его гневный голос. «Будешь мазать? Будешь?» И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного, малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина. «Подать свежих шпирцутенов!» – крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. «Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышали слова «Братцы, помилосердуйте!» То я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня с этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег, но только стал засыпать, услыхал и увидел опять все и вскочил. «Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю», – думал я про полковника. «Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я не думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян. «Что же вы думаете, что я тогда решил? Что то, что я видел, было дурное дело? Ничуть». «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всем необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал». Думал я и старался узнать это. Но сколько не старался, и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде. И не только не служил военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился. «Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились», сказал один из нас. «Скажите лучше, сколько бы людей никуда не годились, как бы вас не было». «Ну, это уж совсем глупости», с искренней досадой сказал Иван Васильевич. «Ну, а любовь что?» спросили мы. «Любовь?» «Любовь с этого дня пошла на убыль». Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно. И я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот, какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека? «А вы говорите, закончил он». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok